В 1073-м Святослав Ярославич подговорил Всеволода вступить с ним в заговор против Изяслава. После изгнания Изяслава киевским князем становится Святослав, а в 1077 году, после его смерти, Всеволод впервые занимает Киевский престол. Правда, ненадолго. Через полгода Изяслав вернулся в Киев, и Всеволод, помирившись с братом, удалился на княжение в Чернигов. Правление Всеволода Ярославича омрачалось постоянными междоусобицами с его племянниками, которые добивались властей, а также воевали друг с другом. Любимый сын Владимир был главным помощником князя Киевского. Всеволод передал ему ведение всех войн. Последние годы жизни Всеволод не принимал участия в правлении страной, а только отдавал распоряжения, которые приводил в исполнение его сын Владимир Мономах. Постоянные конфликты с племянниками и войны с кочевниками подорвали здоровье князя. Смерть Всеволода Ярославича наставила в 1093 году. Он был похоронен в Киевском соборе Святой Софии.